С начала июля Пенсионный фонд России начал принимать заявления на оформление ежемесячного пособия одиноким родителям. Какие категории граждан имеют право на получение данной меры государственной поддержки, а также какие еще пособия предусмотрены указом президента, нам рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Славянском районе Екатерина Тряпочкина. 26 мая 2021 года на территории Российской Федерации вступил в силу федеральный закон номер 151 ФЗ, который предусматривает назначение новых ежемесячных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации. Первое – это ежемесячная выплата беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. При условии, что доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного на душу населения в регионе. В Краснодарском крае на 2021 год эта величина составляет 11 397 рублей. Ежемесячное пособие назначается женщине, начиная с 12 недель беременности и до срока родов, либо прерывания беременности. Родителям с низкими доходами, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, также будет назначаться ежемесячное пособие. Выплата будет назначена одинокому родителю, то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении, либо вписан со слов матери, либо родителям или законным представителям ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов. Данная выплата будет устанавливаться на срок, когда ребенку исполнится 17 лет. Заявление о назначении указанных пособий граждане могут подать с 1 июля и далее в любое время. Заявление может быть подано двумя способами, либо через портал государственных услуг в личном кабинете, либо лично в клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда Российской Федерации. Стоит заметить, что данные выплаты будут перечисляться только на карту МИР.